Электронные системы для космической сферы и обычных бытовых приборов создают молодые красноярские ученые. Также они исследуют экологию, изменение климата и добиваются больших успехов в фотосинтезе и наноразработках. Сегодня в День российской науки в исследовательских лабораториях побывала наша съемочная группа. Ребята сами не просто стоят у станка, они разрабатывают управляющие программы. Никита Михайлович показывает студентам, как правильно создавать уникальные приборы и разрабатывать к ним программы. Ему всего 35 лет, но в науке он уже давно. Сейчас он является заведующим одной из лабораторий Института физики имени Керенского. Здесь создают технику сверхвысоких частот, разные автоматизированные измерительные комплексы, которые очень полезны в науке. Поэтому ее стены покрыты радиопоглощающим материалом. Лаборатория приборостроения создана 5 лет назад. И с самого начала средний возраст ее сотрудников составлял меньше 30 лет. И за такой короткий промежуток времени сделано уже очень много. Например, в ковидный период здесь создали озонаторы для очистки воздуха от вирусов и бактерий. Также здесь полностью разработали сканеры, на которых сейчас работают. В первую очередь такие приборы пригодятся в науке и технике. Это различные институты Российской Академии наук, учебные организации. Во вторую очередь это промышленность Красноярского края. Мы тесно работаем с местными предприятиями, которые очень часто ощущают необходимость создания приборов высокоточных для измерения характеристик, например, приборов или элементов. А вот в лаборатории электродинамики создают те устройства, с которыми мы все сталкиваемся ежедневно. Подобные системы связи просто необходимы, чтобы телефон мог подключиться к Wi-Fi. Здесь сделали предсерию чипов для фильтрации сигналов, которые используются в современных системах связи, радиолокации. Одновременно в данном помещении больше десятка паразитных сигналов. И поэтому большую роль получают устройства фильтрации, либо частотная фильтрация, либо поляризационная фильтрация. Есть и биологические новшества. Впервые следуются структурные особенности фотосинтеза. Это позволяет создавать энергию просто с помощью световых лучей. Сегодня с работой ученых ознакомился губернатор края Михаил Катюков. Сначала он побывал в лабораториях, а потом обсудил перспективы развития науки в регионе. Я точно совершенно понимаю, что наука в Красноярске у нас есть. У нас есть база, на которую мы можем опираться. У нас есть интерес у молодых ученых, у наших членов Академии наук, поддерживать не только фундаментальные идеи и заделы, а и поддерживать практическое применение этих идей. Также в рамках Дня науки была организована выставка научных достижений. Тут местные специалисты представили полное разнообразие от спутниковых антенн, беспилотников и современной пехтоварки до новых видов рапса, пшеницы и экологических проектов, направленных на чистоту воздуха. Надо понимать, что мы ученые, мы пытаемся объяснить, что происходит, и предложить вверх. Их внедрение – это уже ответственность органов власти профильных и тех представителей бизнеса, которые отвечают за выбросы промышленные. Сейчас Красноярский край является одним из базовых регионов в стране для развития науки. Наш регион готовит пилотную программу научно-технологического лидерства. И в ней обязательно будут учитываться идеи и наработки молодых ученых. За счет этого будет повышаться уровень технологий в крае. Григорий Горячих, Павел Иваницкий, 7 канал.